последние два-три года для болгарских застройщиков были не очень веселыми откровенно говоря так это или нет и в чем рожалось это не веселье не веселья нет такого слова смысле благодарим последние два года мы наблюдаем бум городской недвижимости и для этого есть причины не веселье вы наверно замечаете если в курортном горных курортах или это то там я бы сказал есть спокойствие но в городской недвижимости и все наши коллеги инвесторы и застройщики все сейчас при деле и все строим софии плодиве варни вургасе последние два года минимум в среднем 10 процентов роста на недвижимость это официальная статистика последние два года деньги на депозите очень не выгодно держать потому что проценты где-то один два процента максимум и в болгарии тоже да люди предпочитают и вкладывать в недвижимость всегда или банк или недвижимость или квадратный метр если мы говорили про приморскую недвижимость она в основном там пять шесть десять лет назад было интересно тут приезжим в частности россиян отдыхать в софии иностранцу приезжать довольно странно она мы не будем говорить прошедшем времени болгарии продано россии россиянами странам снг около 500 тысяч квартир и при этой ситуации нормально чтобы уже в течение десяти лет что появлялся и вторичный рынок среди них москве тоже есть вторичный рынок если мы идут трех лет назад не знали что такое российский продавец а знали допустим английского ирландского и болгарского то сейчас уже есть такое положение что есть и русские продавцы но интерес не уменьшился у часто проводим сделки тут москве между москвичем продавцом и москвичем покупателя почему все-таки крупные города в болгарии на ваш взгляд пошли в рост только финансовая составляющая я еще раз говорю депозит не интересен связи с маленькими процентами за год процент 2 люди предпочитают в таком случае брать деньги из банка и вкладывать квадратные метры и сдавать в аренду впоследствии если рост цен на недвижимость в общем в городах продолжается не может продолжаться вечно нет то есть это означает что доходность городах там год назад было лучше чем сейчас доходы с арендами аренды да сейчас он такой же но я ожидаю что через год когда выйдут эти сотни тысяч квадратных метров много проектов в софии и офисных и коммерческих и жилых неизбежно что эти квартиры когда обустроиться и сдадутся уже выйдут на рынок аренды что они потянут потому что будет предложение намного больше чем спрос вы видите что к вам приходят в основном за курортной недвижимостью или в основном приходит уже за недвижимостью в софию узнав о вот этих последних тенденциях тренд следующий если раньше было только курортная и только летний отдых за последнее время последний год я наблюдаю очень много запросов по внж пмж перенос бизнеса инвестиции соответственно уже интересует любые инвестиционные проекты любая коммерческая недвижимость там где больше будет такой а что все таки происходит со вторичной недвижимостью на курортах то есть то чем россияне интересовались на протяжении десятилетия больше всего какие тенденции там сейчас и с учетом того что ну много продавцов появилось значит логично предположить что такого бума как раньше нет то есть просто здоровый интерес и нас более коллеги стандартная ситуация нормальный успокоенный рынок есть спрос есть предложение нету таких перепадов какие были до 2008 году два года назад или когда-то спокойная стандартная ситуация очень много продаж до подключились и русские уже продавцы но есть очень много это востребовано смысле и требования и покупателей очень много из россии и украины и страны снега нас и польши израэль сейчас по и новые рынки он сегодня мне сказали англии опять пробуждается интерес болгаре